Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий Рустам Ваффин. Сегодня гость нашей программы Георгий Борисович Соколов, кандидат в физико-математических наук, продюсер форума «Ученые против мифов», редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру». посвященного проблеме происхождения человека. Здравствуйте. Георгий, рад вас видеть в нашей студии. У меня такой первый вопрос. Я посмотрел и ваш портал, и проект «Ученые против мифов», и я понимаю, что вы занимаетесь таким делом, которое в случае его успеха обрушит гигантскую индустрию с многомиллиардным оборотом, индустрию, эксплуатирующую темноту, лень, невежество, страхи людей, и если вы добьетесь успеха в своих делах, появится новый мир. И в этом мире не будут телеканалов РНТВ и ТВ-3. Исчезнут газеты и журналы, которыми сейчас завалены лотки и киоски с рептилоидами на обложке, закроются псевдонаучные академии, многочисленные от казачьих, теологических до паранормальных. Отомрет за недавно такая профессия, как экстрасенс, профессия в кавычках, знахарка, гадалка. Останутся без работы масса людей, члены этих же академий, эксперты многочисленные, которые выступают на РНТВ и ТВ-3. А у них есть дети, у всех у них. И вам не жалко эту индустрию, этих миллионов людей, которых вы обрекаете на перепроферирование или голодную смерть, и которые обслуживают при этом миллиарды страждущих. У них есть миллиарды поклонников. Давайте с этого начнем. Давайте. Надо понимать, что наш проект, там, Антопогенесс, Роуфорум, ученые против мифов, вряд ли один сам по себе осуществит то, о чем вы говорите. И приведет, не знаю, человечество к некому светлому будущему. То есть мы понимаем, что наш проект, конечно, в рамках, не знаю, страны довольно известен. Вот. Особенно в той сфере, что касается научпопа. Но нужно понимать, что эта сфера, она пока что охватывает, ну, может быть, уже миллионы, но далеко, допустим, до охвата, там, не знаю, 10% населения страны еще очень-очень далеко. Я вам более скажу, у вас никогда не будет 10% населения страны. Знаете почему? Потому что, ну, скажем так, я не знаю это точно, но я предполагаю. Я когда-то смотрел очень интересную выкладку, и лишь 8% популяции человеческой способны к построению причинно-следственных связей. Потенциально способны как бы все. Вы говорите о том, кто реализует по факту. Да, кто по факту реализует. То есть раньше даже был, ну, вот, примерно так, что в Среднем веке, что в Древнем мире, что в Нынешнем мире. Лишь 8% популяции способны к такой мыслительной деятельности. То есть, критически относиться ко всему происходящему. Да, даже среди шимпанзе есть какой-то процент, который там после обучения становится способен к построению каких-то простейших причинно-следственных связей. Вот, и может там некие предложения даже строить. Вот, но, понимая это, с другой стороны, есть и другие профессии, которые существуют, мягко говоря, дольше, чем существуем мы, которые также занимаются некой, неким противодействием, там, либо борьбой с чем-то. Например, медики, они вот издревле, их история медицины, она, мягко говоря, дольше, чем история научного просвещения в современной России. И можно, допустим, сказать, что, ну, вот, они уничтожают вредные болезнетворные микроорганизмы. Они целые виды биологические уничтожают. А как же так? Вот они уменьшают биологическое разнообразие. Это можно же пожалеть и вирусы, и бактерии. Вот, стоит ли с ними бороться? И, с другой стороны, вот этот мир некий светлый, в котором не будет болезнетворных микроорганизмов, и люди не будут болеть, так и врачи сами без работы останутся. Вообще, вот, можно так же на эту тему тоже порассуждать. Если взять, не знаю, там, преступность, она как существовала там тысячу лет назад и две тысячи лет назад, она существует и сейчас. Есть некие люди, которые занимаются, в всяком случае, должны заниматься борьбой с преступностью. У преступников есть дети, семьи, вот, и да, их судьба порой печальна. Означает ли это, что нужно прекратить и пожалеть их? Ну вот, тут весь вопрос баланса. Вот есть действительно, допустим, есть знахарки, или, не знаю, там, есть экстрасенсы. А есть люди, которых экстрасенсы оболванивают, обманывают. Вот, и у этих детей тоже есть дети. Есть люди, которые, вместо того, чтобы пойти к нормальным врачам и получить нормальное лечение, идут к экстрасенсу. Порой это заканчивается печально. Я думаю, что, скорее, стоит подумать об этих людях. Ну, бывает общество, бывают страны, где уровень медицины настолько низкий или настолько неквалифицированных врачей. И, к сожалению, в России, возможно, к этому тоже порог приближается, что люди действительно идут к знахаркам и экстрасенсам. У меня вопрос был, конечно, шутливый. Конечно, шутливый был вопрос. Тема такая, в принципе. Да, я понимаю, что темнота, невежество, лень и страх, эти те качества, которые заложены в нас генетически, что именно благодаря этим качеством, возможно, благодаря этим качеством, мы выжили, даже наши лохматые предки еще, которые бегали там два с гаком миллионов лет назад по Алдувайской долине Африки, они благодаря этим качеством выжили. И то же выражение известного Вольтера, когда он говорил, что пускай Бога нет, даже если Бога нет, его необходимо было выдумать. Это же способ управления, на самом деле. Он способ управления большими массами людей. И поэтому я, конечно, не верю в успех вашего дела и в построении этого прекрасного мира, в котором не будет невежества, лень, и большинство членов которого будут исповедовать научный подход к познанию мира. Что бы считать успехом своего дела? На самом деле, этот успех, весь вопрос действительно, в чем его можно измерять? Да. Мы не исследовательская компания, которая проводит там, я знаю, всероссийские опросы. Поэтому об успехе нашего дела мы можем судить только, например, по тем людям, которые приходят на наши форумы, по тем людям, которые дают какую-то обратную связь, которые пишут, например, комментарии к нашим видео. Вообще, отличный способ получить некоторый срез общественного мнения, это читать комментарии на Ютубе. У вас шикарный комментарий. Вы знаете, я ВКонтакте, у вас там есть, или на сайте, даже на сайте Антропогенеза, есть возможность задать вопрос специалистам, экспертам, вы привлекаете ученых, которые на них отвечают. Очень интересно, я такой формат первый раз увидел на сайте генофонд.ру, я так понимаю, это Олег Балановского, он тоже с вами сотрудничает. Вот, там связано было с генетикой, географической генетикой, палеогенетикой. А у вас это связано с другими вопросами, как раз с вопросами происхождения человека, Антропогенеза человека, очень много всем рекомендую, кто интересуется темой, как отличаются расы, как они произошли. Просто задать вопрос можно. Это на самом деле интернет, он дал возможности людям, которые интересуются, напрямую общаться с учеными. Ну да, я рекомендую, вот именно наше сообщество ВКонтакте, там есть отдельная тема, ваши вопросы экспертов, можно туда зайти и задать вопрос, и мы этих экспертов действительно эксплуатируем, скажем так, присылаем эти вопросы и просим давать комментарии. Вот, то есть этот вопрос пойдет к профильному специалисту, то есть если вопрос по генетике, мы можем того же Олега Балановского привлечь, чтобы он ответил. Ну так вот, и судить о том, как наша деятельность вообще, она дает какие-то плоды или нет, можно по комментариям. И есть некоторое количество комментариев, естественно, таких комментариев немного, потому что большинство, большинство комментариев, я бы людям с хрупкой психикой не рекомендовал бы много читать комментарии на Ютубе, потому что там можно разное прочитать, но есть люди, которые говорят, я раньше смотрел РЕН-ТВ, верил в инопланетян, построивших пирамиды, или еще во что-то. Вот, и дальше мне попалась в руки, например, книга Александра Соколова, или я увидел ваши ролики на Ютубе и начал смотреть, и моя позиция изменилась. То есть люди, которые находились на той стороне, есть некоторый процент, который действительно меняет свои взгляды. Такие люди есть. Понятно, что очень сложно пере... Не знаю, как это сказать. Изменить взгляды пораженного маркобеса, который глубоко... Ну, допустим, взять ту же самую, не знаю, за нахарку, которая зарабатывает на чем-то, или человека, который искренне верит в свои экстрасенсорные способности, довольно сложно изменить взгляды этого человека, хотя иногда возможно. Но есть масса людей, которые просто не определились. то есть они, с одной стороны, не являются такими вот упоротыми адептами чего-то, ну, какого-то, вот я не знаю, альтернативной истории или конспирологических теорий каких-то. Но они, с другой стороны, и к науке тоже относятся весьма скептически. Вот некий провал в пиаре науки в нашей стране, он вот привел к тому, что таких людей много, скептически относящихся. Вот, да. И вот есть эта, так называемая, серая зона. Ну, она серая, потому что это люди, вот они неопределившие. Их на самом деле гораздо больше. И вот это, на самом деле, и есть наша целевая аудитория. Не те, кто уже погружены по самые уши в некое мракобесие. То есть носит шапочку с фольгой. Да, еще не носит шапочку с фольгой. И вот эти люди, это как раз наша благодарная целевая аудитория. То, что они сделают хотя бы один маленький шажок в сторону науки, они не поголовно не пойдут поступать на научные специальности. И не из всех из них потом вырастут доктора наук и настоящие ученые. Но маленький шажок, просто хотя бы доверия, какого-то уважения к науке, если они сделают, это уже, я считаю, большой прогресс. То есть тут рано говорить, и вообще не стоит говорить о каком-то светлом будущем, где вообще победила чисто научная картина мира. Я думаю, какая-нибудь технологическая сингулярность наступит раньше, чем это произойдет. Но вот эти маленькие шажки, это, я считаю, большой плюс. И я думаю, что это у нас получается. То есть ваша целлюлевая аудитория это примерно та же целлюлевая аудитория, которая есть у канала РЕН-ТВ, только они борются с одной стороны, а вы с другой стороны. Ну, у канала РЕН-ТВ есть часть аудитории, которая шутливо пишет, да канал РЕН-ТВ, это же так забавно. Вот особенно засыпая, под них так классно засыпать, это смешно, это весело. То есть люди смотрят, как бы, относясь к этому несерьезно. Но на самом деле, я думаю, что какие-то ментальные вирусы в их головы все-таки попадают. Опечатки остаются. Вы знаете, у вас помимо борьбы с РЕН-ТВ, в кавычках, опять же, есть еще один такой интересный проект. Ваш портал, в данном случае антропогенес.ру, является учителем премии. То есть даже не только премии, это Академия, Академия Ложенаук, Вруническая Академия Ложенаук, аббревиатура ВРАЛ, которая ежегодно принимает свои ряды новых академиков, вручает свою премию. И среди этих академиков и номинантов есть такие имена, как Петрик, Молдашев, Фоменко, покойная Джуна, и даже виртуальный, член ваш, у вас даже имеется виртуальная члена, это в данном случае профессор Амброси Выбегала из романа «Братьев Стругацких», там понедельник начинается в субботу, а почетный представитель вашей академии это Трофим Лысенко, известный наш ученый в кавычках, но который в свое время гремел. Как отбираются академики вашей академии, как отбираются номинанты на вашу премию, и как они реагируют, когда получают? Я могу сказать, что академия у нас, она хотя шуточная, и вообще, как бы, придумана в таком юмористическом ключе, и вообще в оформлении этой академии там много чего забавного, это намеренно сделано, отбор очень жесткий и очень серьезный, то есть процедура приема в нашу академию, она четко прописана, то есть там все серьезно, она проходит несколько этапов, то есть я могу их в принципе рассказать в двух словах, то есть во-первых, месяца за два до самой собственно церемонии вручения премии почетной академии урала мы объявляем всенародный так сказать призыв такой, и любой желающий может выдвинуть свою кандидатуру, фактически в соцсетях мы публикуем пост, и вы можете в комментариях предложить некую кандидатуру, что вы считаете этого человека достойным номинироваться на звание почетного академика в РАЛ на последней премии, которая была в октябре прошлого года было номинировано порядка по-моему двухсот кандидатур, после чего мы анализируем эти комментарии, подсчитываем количество упоминаний, составляем свой такой топ-20, и этот топ-20 уже передается экспертом, потому что понятно, нам кто-то не нравится, мы с вами напишем его в комментариях и еще попросим наших друзей, чтобы они написали. Поэтому мы передаем настоящим ученым, у нас есть эксперты по разным направлениям, историки, физики, биологи, даже политологи, и они выставляют оценки по определенным критериям, которые тоже четко прописаны. Дальше мы по этим оценкам каждый, каждая из кандидатур набирает определенное количество баллов, получается топ-10, 10 выдвинутых народом и оцененных вот этими экспертами, что эксперты считают, что эти люди достойны быть номинированы во Вруническую академию лженаук, то есть они, эти 10 человек, внесли действительно серьезный вклад в лженауку и оболванивание населения. После чего уже проводится опять же открытое голосование у нас в группе, и любой желающий может проголосовать за одну из этих кандидатур. И премия довольно привлекает большой интерес, то есть на последних премиях у нас порядка 50 тысяч человек участвовали в голосовании. И дальше определяется топ-3 лидеры, и уже вот эти топ-3 они будут участвовать, точнее, эти кандидатуры будут участвовать в торжественной церемонии, которая проходит раз в год в рамках нашего форума ученые против мифов. А там есть жюри, голосование, все красивое, мы своего рода шоу устраиваем, и там происходит тайное голосование. Мы приглашаем, опять же, известных ученых, известных ученых, популяризаторов науки, известных научных журналистов, и дальше выбираем собственно этого академика в РАЛ. Как они сами, к вам номинанты и луряты в будущее приходят? хочу сказать сразу, что мы по правилам, то есть мы организаторы премии, по правилам не можем участвовать в голосовании, то есть мы не выдвигаем кандидатур и не участвуем в этом жюри. Вот, в том плане, что, чтобы наша премия была абсолютно честна и открыта. и голосуют именно ученые, а не мы, мы как бы организаторы этого мероприятия. Вот, как реагируют кандидаты по-разному, вот, от полного игнора до провокаций, которые некоторые из них пытались устраивать, в том числе на церемонии награждения. Например, как происходило, провокации, самые яркие? Вот самое яркое это было в 2018 году, когда один из номинантов, вышедший в топ, точнее, не он, мы не можем сказать, что это он, а его поклонники, некая группа поклонников, они пришли на мероприятие, видимо, купили билеты, поскольку на форум любой желающий может купить билеты прийти, пронесли мегафон, привязали его на балконе, а у нас там зал, есть зал с балконом, на балконе него привязали и, видимо, там была флешка с записью, они включили, значит, некую запись посреди церемонии и мегафон начал кричать. Вот такое. А кто это, если не секрет? Не хочу афишировать и рекламировать персонажа. Что значит не хотите афишировать и рекламировать персонажа, когда вы человеку дали по этому поводу премию? А, ну, вообще, с другой стороны, да, нет, премию он не получил, он занял всего лишь второе место. Лауреат. Да, это историк Евгений Панасенков. О, очень известная личность, да, очень экзальтированный товарищ, интересный человек. В 19-й год кто стал номинантом, последним номинантом в вашей академии? Так, значит, вот последний, 19-й год, значит, у нас три номинанта. Это, опять же, историк, Стариков, есть такой деятель. Это такой американист. Он, он очень анти, его главный враг англосаксы, то есть, это Великобритания и США. Вот, это Стариков, я сейчас имя просто забыл, прошу прощения, и две дамы, инстаграм-блогерши, такого медицинского направления. То есть, это инсталекари, так называемые. Это не того, который недавно там погиб муж, когда они закинули сухой лед в бассейн. Так, господи, как же вылетели из главы у меня фамилии. в общем, одна девушка, просто для понимания, у девушки 20,5 миллиона подписчиков в инстаграме, и вот она дает советы медицинские, она прописывает лечение, она рекомендует БАДы, естественно, вот, которые, ее рекомендации у нормальных врачей порой вызывают некое большое удивление. Вот, а вторая тоже инстаграм лекарь, она с меньшим количеством подписчиков, но в том числе она рекомендует больных ракам отказываться от химиотерапии, вот, и прочее. Вот такого рода. Это, на самом деле, пожалуй, самые опасные члены нашей академии, я так считаю. Ну да, стариков хотят тоже, как сказать, потому что мне этот вопрос всегда интересовал, почему такие люди, которые занимаются лженаукой, они очень часто бывают востребованные, ну то, что население, как бы мы объяснили, это люди, лишь 8% действительно критически мыслящих людей в любой популяции, и остальные легко подвергаются более простым объяснениям на процессах, ищут более простых объяснений, их легче воспринимают, соответственно, всегда есть поле для манипуляции этими людьми. Ну, почему на этих людей покупаются, например, сильные миры сего, руководители страны, руководители силовых органов, очень часто. Вот пример Петрика, который у вас один из там, наверное, ярких фигур. Петрик у нас, кстати, не номинировался, в нашем списке его нет. На сайте я его видел. хорошо. Тем не менее, Петрик практически официально был признан, может быть, не вашей лжеакадемии, но другими учеными, что это... Что это... Я знаю, что у комиссии Иран поборвелся над жилой наукой, вот у них были с Петриком некоторые, да. Но это человек, который выбивал миллиарды рублей на свой проект. Это человек, который поддерживал руководство страны на очень высоком уровне. Вот. И... Борьба с жилой наукой в данном случае сохранила эти миллиарды. Угу. Вот. Куда они дальше ушли? Другой вопрос. Но тем не менее, хотя бы на эти вещи не ушли. Почему сильные миры... Люди сильные мира сего, почему наши руководители, в том числе и Татарстан, очень часто я знаю, что обращаются их к снохаркам и к экстрасенсам, а, например, о руководителях московских наших там постоянно идут разговоры, что принимаются решения, в том числе с советами астрологов и, в общем, такой средневековой как бы ерундой. А почему там это распространено? Это... Они имеют доступ к лучшему мам страны, они имеют доступ в качестве советников, могут нанять там академиков. Почему там интерес? Опять же, я могу предполагать, почему, потому что я, как бы, мы с вами не можем залезть в голову конкретного руководителя и посмотреть, что там у него происходит. Вот. Потому что они такие же люди, на самом деле. То есть, если у нас есть некий процент населения страны, в том числе образованных людей, в том числе людей с научными степенями, которые, естественно, никто из нас не скажет, что он полностью чужд каких-то заблуждений. Вот. Даже серьезные ученые порой, особенно если это касается не его области деятельности, порой серьезные ученые может быть жертвой каких-то тоже заблуждений. Сплошь и рядом. Ну, в разной степени там, скажем так, мракобесности, но да. Есть некоторые заблуждения, которые свойственны там очень многим людям. Вот. И руководители страны точно такие же люди. Они, как бы, собственно, грубо говоря, производные от населения страны в каком-то смысле. От нашей популяции. Поэтому, во-первых, да, во-первых, они точно такие же люди и они точно так же подвержены когнитивным искажениям и заблуждениям, как мы с вами. Вот. И с другой стороны, второе, что можно сказать, если, допустим, экстрасенсы популярны, то, допустим, если некий чиновник заигрывается экстрасенсами, это некие баллы в популярности этого чиновника. Он может быть таким образом пиарится, может быть, для него это не является чем-то серьезным и реально он этими рекомендациями не воспользуется. Но публично об этом заявить это может быть некие бонусы для него. То есть... Точно так же, как, допустим, обращение многих чиновников и руководителей к церкви, походы в церковь. Занятие теннисом или дзюдо. Да, да, да. Это красивая картинка, которую можно показать по телевизору. Хотя, по факту, для них это то же самое, что на светский прием они сходили. То есть просто ритуал. Да. Несодержательная вещь. Хотя кто-то, видимо, действительно верит и известны даже примеры, причем не российские, когда там спецслужбы закупали там какие-то приборы на основе вот этой самой рамочки экстрасенсорной для поиска взрывчатых веществ. Такое тоже. Такие прецеденты тоже были. Вы в Казань приехали. Вы, случайно, здесь не ищете жеученых у нас? По какому поводу? Какая цель вашего визита? Да нет, я как раз не по поводу жеученых приехал. Здесь проходит школа научной журналистики. Очень такое полезное, я считаю, мероприятие. Меня пригласили прочитать лекцию. Вот лекция будет посвящена поиску тем для научно-просветительских событий. Ну и в том числе на самом деле поиск тем для передач, статей. В принципе, по схожим принципам все это делается. Вот это тема, с которой я буду выступать. Я хочу выступить сейчас роли, вашего противника. Ну, пускай в кавычках, тем не менее. Вы знаете, у меня есть такой очень... Я тоже люблю интернет, тоже люблю исторические стримы, каналы. И один из моих любимых сайтов, это сайт, я помню, Артема Драбкина. Это сайт, он сделал интересную вещь, он пытается собирать воспоминания ветеранов войны, которые вот они уходят уже, он начал лет 10 назад этим заниматься. Шикарные есть интервью с шикарными людьми, понимая, что они скоро уйдут. Вот он просто идет по стандартному вопроснику, как правило. И очень часто на вопросе, в вопросе при фреоне почти к всем задавался ветеранам вопрос, а вы чувствуете какие-то предчувствия на войне? И очень часто ветераны войны говорят вещи, которые научная картина мира не может принять. Они говорят, например, да, мы, например, знали заранее, что этот человек погибнет, потому что у него начиналось меняться поведение. Он становился угрюмым, как-то посникал, у него там печать смерти лежала, пускообразное выражение, но тем не менее они видели какие-то изменения. И, говорят, опытные командиры, которые видели, например, такого летчика, которые дала тройбой, они отводили на неделю отдохнуть, да, он потом возвращался и потом летал. Или, он говорит, что я сидел в блиндаже и вот просто невероятная какая-то сила внутренняя сказал, надо выйти отсюда. Вот он выходит, возможно, даже в обстановке, когда не надо выходить, там идет обстрел, он идет, казалось бы, более опасное место и в этот момент ушел, и в блиндаж падает снаряд и всех там был погибает. его как бы судьба ангел-хранитель спас. И правильно есть выражение, что, ну, такое выражение, что в окопах атеистов нет. Как вы объясните такой феномен? Я могу тут привести тоже парочку примеров. Пример один. Поселок. Возле поселка есть пруд довольно большой. И старожилы помнят и рассказывают о том, как во время войны в этом пруду немцы утопили танк. Они это помнят. по документам пруд вырут в 1960 году. Вопрос. В чем дело? Нет, это я понимаю. То, что вы говорите, это, называются городские лесейские легенды. Вот, да, вот вопрос. В чем дело? Конспирологи бы сказали, что ученые скрывают, на самом деле там действительно утопили танк, но враги не хотят это признавать, и поэтому исправили документы и написали, что он выкопан в 60-м году. Тут тот же самый другой пример. Некий солдат, который в 19-м веке помнил, он лично видел Наполеона. А какой он был? Да такой двухметровый, с таким тесаком. Как? Хватит! И сразу там 10 голов. Вот. Это я к тому, что как бы есть некая есть некая объективная объективные факты есть. А есть некие рассказы очевидцев. И это не одно и то же совсем. Вот. И это понимают врачи, когда к врачу приходит некий пациент и начинает рассказывать. А вот у меня тут болит, а на ноге сходит ноготь. А моя тетка в Казани. Она ела вот зеленый горошек и ей помогло. Вот. Врач скрупулезно это все записывает. это называется со слов больного. Дальше он это подчеркивает и направляет ее на анализы. Дальше он составляет объективную картину. То есть сдайте кровь, давайте вас послушаем, постучим, а вот на рентген. И дальше он ставит объективный диагноз. И вот это весь ее рассказ в лучшем случае может рассказать о некой, я не знаю, психологической картине свойственно этому пациенту. Вы хотите сказать, что это возможно обираться с сознанием? Это может быть, в частном случае, может быть нечто реальное, что действительно, допустим, некий человек выгоревший, допустим, он идет в бой и он просто-напросто не обращает внимания на какие-то вещи, на которые человек вменяемый и который боится смерти и внимание, которого сосредоточен, обращает внимание. Этот, допустим, там понятно, что человека контуженного выпускать в бой, вероятность того, что он погибнет, естественно, выше, чем... Это с одной стороны. А с другой стороны, как действует доказательная медицина, как, допустим, та же самая, если вы знаете, премия имени Гарри Гудини, на которую приглашаются экстрасенсы с призом миллион рублей. Вы слышали? есть, да, вот. Я, кстати, вхожу в экспертный совет этой премии. Значит, премия Гарри Гудини проводит тесты. То есть, вот есть некий эксперимент, он говорит, что я по фотографии могу, не знаю, определить, живой человек или мертвый. Битва экстрасенсов. Ну, это битва экстрасенсов здорового человека, здорового человека. То есть, человек говорит, я по фотографии могу определить, живой человек или мертвый. Хорошо. Разрабатывается эксперимент по правилам науки, что вот у нас 20 фотографий, то есть никто из участников реально не знает никто из тех кто проводит эксперимент не знает кто это живой или мертвый то есть исключено возможность какой-то не знаю считывание реакции людей и так далее то есть готовится эксперимент в котором максимально снижена возможность какого-то мухляжа дальше условия этого эксперимента даются экстрасенсу и вас эти условия устраивают он говорит да хорошо дальше проводится первый эксперимент и говорится о том что там с точки зрения сейчас например скажу с точки зрения теории вероятности вы должны отгадать больше то есть вы должны угадать больше 70 процентов случаев например или там 75 потому что если вы угадали 50 то монетка угадает точно так же как вы а может еще и лучше если вы выиграете там второй эксперимент следующая серия и уже более строгий и миллион рублей если вы победили это на самом деле аналог американской премии джеймса рэнди там миллион долларов миллион рублей получил нет еще не подбирался хотя бы ну вот был один был такой случай когда человек довольно близко подобрался к этой границе вот когда вероятность того что он просто что это просто случайность она уже становится мала ночью приблизился но не перешел то есть тем не менее такие люди оказались то есть первый этап они прошли то есть 20 нет первый этап он не прошел но он приблизился к тому вот то есть он был уже близок прохождению первого этапа 2 этапа никто не дошел пока все понял вот и поэтому это те случаи которые вы приводите для того чтобы об этом осуждать нужны некие контролируемые эксперименты когда в грубо говоря у нас там есть контрольная группа есть там группа вот этих людей и мы как что-то что-то замеряем и ведем еще один есть вопрос связанный с тем что общество общество настроение в обществе установки обществе очень часто ограничивают том числе науку например евгений когда это то что считается даже должен наука считается на считается но когда способ совершенствования человек евгеника евгеника извиняюсь усовершенствования человека то есть под запретом и тем не менее современные генетические исследования возможности позволяет уже такие вещи делать тем не менее страны сообщества запрещают у себя подобные эксперименты как вы относитесь к тому что подобные запреты существуют они по сути ведь мешают развитию науки на самом деле какие-то запреты действительно есть например и насколько я понимаю эксперименты по клонированию человека они пока что не разрешены а почему вот тут вообще все это упирается опять же вы некие этические вопросы а вот мы сделаем клость копию человека какие у него права а если он скажет что он потом вырастет и скажет а я не просил меня колонировать вот и так далее то есть это точно так же как там воскрешение не знаю неандертальцев вот тоже такой вопрос элементарно самое такое близкое к реальности это автомобили с автопилотом которые как бы принципе насколько мне известно я как бы общаюсь периодически с людьми которые занимаются разработками в области искусственного интеллекта которые говорят что автопилоты которые вводят лучше живого человека существуют уже с начала двухтысячных годов они реально выводят лучше живого человека но начинаются всякие этические вопросы а в случае дтп кто виноват там вот то есть это точно такой же этический вопрос который принципе человечество уже там много раз проходила допустим на мои следования от атомной энергии она вообще этична или нет а элементарно я не знаю пересадка органов от доноров вот есть человек и так далее часто вот исследования ограничивается даже не тикой религиозными соображениями да зависит от страны вот то что вы говорите допустим усовершенствование человека насколько я понимаю например исследования которые связаны с тем что допустим какие-то наследственные заболевания исправить они же не запрещены я вот не слышал ну допустим может родиться ребенок там синдромом дауна если это можно с помощью какой-то небольшой генетической манипуляции исправить почему нет почему этого не сделать вот такой вопрос топ мифов которым вам приходится постоянно развеивать можно обозначить можем перечислить ну несколько могу точно перечислить я могу назвать такие темы самые мифологизированные грубо говоря упоминание такой темы всегда производит взрыв в комментариях то что называется значит это постройка пирамид все что связано с ней значит инопланетяне атланты люди не могли такого построить и так далее второй такой миф который тема которая вызывает взрыв это все полет американцев на луну что американцы не летали всегда взрыв эмоции в комментариях могу еще парочку тем назвать на самом деле таких тем наверно штук 5 но я назову еще парочку сейчас тема глобального потепления вызывает неизбежно взрыв эмоции большой причем с разных сторон то что касается прививок например очень жаркая тема называющая бурю эмоций вот четыре назвал можно гимонам еще ну гумо да мне кажется что уже в меньшей степени по каждой теме самом деле можно делать отдельной передачи да и по нужно да 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 а кстати вы сказали большой интерес вызывает и взрыв эмоций вызывает тема глобального потепления и стоит другой стороны ваш портал ответил на этот вопрос ну вот на последнем форуме у нас у нас уже было наверно у нас было на наших формах три доклада посвященных этой теме вот мы подняли казалось бы стоит ли делать много докладов на одну и ту же тему как выясняется стоит потому что за один доклад все они нас регламент доклада 30 минут на выступление потом 20 минут на вопросы не хватить и вот да на последнем форуме мы опять поднимали эту систему и ну на мой взгляд вот и мы приглашаем специалистов климата вот нас выступал климатолог александр чернокурский климатологи это вообще физики то есть там не знаю если люди думают что климатологи это какие-то гуманитарии или не знаю даже социологи там или знаю статьи кто занимается просто статистикой нет климатологи это физики и позиция во первых понятно что глобальное потепление есть вот это сомнение не вызывает она измерено измерено множество факторов которые могут на это оказывать влияние и вклад человека в глобальное потепление тоже сомнений никаких не вызывает то есть там я в качестве примера там можно если если мы напишем вот сейчас под этим видео если вдруг она попадает на youtube комментариях появляется а вулканы как же ведь один вулкан столько co2 выбрасывает весь вклад вулканов мира за год примерно одна десятая процента от того что выбрасывает человек в тысячу раз меньше дальше а водяной пар а галактические лучи а зима излучение тепловое излучение земли а солнце и так далее ребята физики ребята серьезные которые занимаются этой темой десятилетиями и все те факторы которых скептики пытаются там что-то говорить измерены настолько точно что говорить о том что человеческого вклада нет сейчас уже не хорошо а вопрос о том что есть человеческий вклад есть глобальное потепление есть него человеческий вклад который является определяющим в позиции вашего форума получила подтверждение то есть вы придерживаете наш форум тут ни при чем на вашей нагреве транслируется эта позиция на нашем форуме таратаре следуется позиция специалистов то есть мы приглашили приглашаем специалиста он выступает и специалисты отвечать на вопрос а хорошо это или плохо вот этот вопрос у нас эти была целая дискуссия опять же на эту тему на последнем форуме мы специально в качестве примера наш научный редактор станислав дробышевский неоднократно высказывался на ту тему что может и хорошо вот теплеет он сам из читы вот да он из 4 говорит что ну может и неплохо будет у нас потеплее и вот они значит дискутировали с александром чернокульским на ту тему хорошо ли это и плохо но мне как жителю прибрежного города петербурга судя по всему на самом деле проблемы ждут всех и даже тех кто живет в холодной части страны и в чите вот они может быть чуть более отложены и не в таком явном виде эти проблемы но да могут они будут ну что же на этой оптимистической ноте мы заканчиваем на сегодняшний разговор очень надеюсь вас увидеть снова в казани уже в качестве организатора и продюсера форма ученые против мифов я очень надеюсь что такой форум пройдет в нашем городе вот и хочу напомнить нашим зрителям что сегодня у гостях георгий соколов научный журналист продюсер форума ученые против мифов я ведущий рустам вафин до свидания а